Друзья, всех приветствую! Ну, а данное видео я покажу квартиру. Дел я ее в Кемерово. Эта квартира 120 квадратных метров. Это был мой такой, знаете, экзамен, скажем так. То есть я уже занимался ремонтами квартир, ну, сколько, наверное, уже лет 8 сделал. Ну, в принципе, в одного уже очень много квартир. Но такая квартира для меня была. Это, конечно, это как экзамен. Потому что, когда я туда зашел, это просто стадион такой был. То есть, ну, блин, это была совмещенная двушка и однушка. То есть двухкомнатная квартира и однокомнатная. Они были совмещены. И заказчик, ну, он был по рекомендации. То есть я там у кого-то делал ремонт, я уже сейчас не помню. И они порекомендовали меня. То есть я делал ее полностью в одного. Единственное, я электрика позвал знакомого, чтобы там сделали электрику. То есть там работал Леха-электрик. Леха, тебе привет, если ты смотришь мой канал. Я тебя не забыл. И это... Да, кстати, в валенках твоих, которые я обменял на Интерскол, я до сих пор на рыбалку хожу. Ну и, короче, просто я когда зашел с заказчиками на этот объект, вот представляете, там, ну вот сейчас буду показывать, да, там не было ни стен, вообще ничего. Квартира на лесной поляне. Две квартиры, совмещенные в одну. Двухкомнатная и однокомнатная. Черновая отделка пока. То есть, вот первоначально закуплен материал для маячков. Квартира 120 квадратов по полу. Будет два санузла. Это вентиляционная шарпинь. Пол из неопор бетона буду заливать по маячкам минимальные 6 миллиметров. Заливаться будет клеем клеем для кафеля. Так как на неопор бетон никаких других похожих материалов нельзя, чтобы залить пол. Трёгность очень маленькая, ну, бродность. и всё остальное просто пообскочит. Гипсокартоновые стенки будут. Где-то из пенобетона. Полный потолок натяжной. Пол, кафель, ламинат. Стены под обои. Всё должно быть идеально ровно. Балкон пока делать не будут. Ближе к лету. Смотрите вот это видео. Просто я случайно нашёл. Я, честно говоря, думал, что у меня его нету. Снимал тогда ещё на мыльницу. Ну, и качество как бы не очень изображение. Ну, просто столько было работы. И вот сейчас, когда я тут всё это посмотрел, вспомнилось, ну, и думаю, всё-таки показать, да, как вот это всё было. Прямо причём я показываю так понедельно, да, помесячно, как шли работы. Ну, и кому понравится, ставьте лайк, пишите комментарии. Первый этап в квартире. Выставляем маячки. Прокидываем сетку. Сетка конверс. Ячейка 5х5 мм. И на всю длину помещения выставляем маячки. В данном случае перепад составил 8 мм на всю квартиру. То есть тут где-то около 10 метров. В принципе, уровня больше, наверное, уже и не добиться. Так как там погрешность на 1 метр, 1 мм. Или 0,5 мм. Так, ну, а далее заливаем пол клеем. Клей дешёвый. В принципе, он нам и не нужен. Дорогой тут. Инструмент. Слив закрываем здесь. Отвод воды. Аварийный. Да, и ещё хочу сказать. Много идёт споров насчёт инструмента. За сколько можно, сколько влияет инструмент на ремонт. Вот эту квартиру я сделал фактически, скажем так, в одного под ключ. Чуть больше, чем за 5 месяцев. Представляете, квартира 120 метров квадратных. Всё полностью. То есть, там было 2 санузла. И вот это вот всё было сделано под ключ за, ну, 5, по-моему, месяцев, там, недели или что-то такое. Я к чему веду, что инструмент не так важен в отделке, как просто с планированностью и вот эти вот все работы, то есть, чтобы они выполнялись достаточно быстро. Сам инструмент, ну, это, ну, до 10-15% по времени ускоряет. Всё остальное, ну, башка и руки, всё. Ну, и понятно, что здоровье нужно. Ну, вот как-то так. Смотрите видео. Надеюсь, оно будет интересно. После заливки пола клеем перепад составил примерно на 2,5 метра 1 миллиметр. Далее по полу размечаем, где будут стенки, какие, и выставляем профиля под гипсокартон. Это санузел. После выставления профилей пришрубливаем гипсокартон, где санузры, там в рогостойке. Вентиляционные шахты шумоизолируем изоверам. В таких местах делаем усиление и двойной гипсокартон. После чего он ещё и заштукатурится. нужно было повесить телевизор и тому подобное. После того, как будем прикручивать с одной стороны гипсокартон, будет сделана электрика, и когда будут кинуты провода внутри гипсокартона будет шумоизоляция и с другой стороны будет уже закрываться стенка гипсокартона. пенобетон из него будет сделаны две стенки, где будет кухня и где крадовка. вот в этих местах. На материал пока ушёл 150 тысяч на черновой и скорее всего ещё уйдёт где-то 1080 это будет уже сделано всё под обои. Вентиляция кое-где снята, сняты трубы и будут раскиданы в разные стороны. Сперва выставятся стенки и будет видно, как там дальше пойдёт. и там так же. На третью неделю зашиваем половину стенки гипсокартона, половину оставляем под утеплитель и под электричество. Так как провода будут прокрадываться ещё в стенах в гипсокартонах. В гипсокартонах в перегородках будут гофры вот такая вот и она будет прокрадываться внутри. То есть одну часть зашиваем стен гипсочём, ну где надо гипсочём, а другую часть оставляем. то есть вот провод будет идти по потолку и опускаться в перегородке. Стояки, вентиляционные канавы изовером заматываем и ещё сверху плёнкой по тех условиям. Выставляем также стенки из пенобетона. Это где будет кухня для усиления, чтобы кухонный гарнитур не там не отвалил. Пенобетон 15 сантиметров шириной. Здесь будет ещё одна стенка. Это будет санузел. второй. Здесь будет первый санузел. Здесь будет кладовка. Здесь заход провода центрального подъезда. Итак, ещё где-то месяц и начнём делать кафель. Стены почти все готовы. Три стены осталось заштукатурить. Заштукатурить также откосы. Эта стена уже почти комната готова. на стены наносим сетку конверс для усиления где был гипсокартон в стыках между бетоном и гипсокартоном вот как на вот этой комнате. Для вот этих стыков чтобы не потрясчало. Газетки с выключателями усверливаем и удавливаем. на окна перфа уголки и на все углы. здесь еще осталась сетка конверс проклеить и литонит. За такую комнату где-то за полдня наносится сетка. здесь тоже угры проклеиваются сеткой. Проклеивается тукатурным составом перфикс. Это туалет. ванна. Стенка заштукатурится и надо будет сдавать гидроизоляцию. Тут стенка зашьется. Здесь будет гидроизоляция на два слоя и полграмм будет гидроизоляция. Все примыкания надо будет проклеивать. Это под стиральную машинку выходы. комната тоже почти готова. Это гидроизоляция. Здесь будет несколько гопки. Интеллицидное отверстие, выход под Wi-Fi. И так через два с половиной месяца стены готовы под обои. Рабочий беспорядок. Откосы были сделаны из гипсокартона. Наклеены на пену и перфикс. Далее будет подоконник. Сколько надо будет отрезано. Сегодня начинаем делать кафель. Вот примерно будет такой рисунок и фактука. Так же из гипсокартона все сделано. Это ниша под гардину под подорочную. Ванная комната почти готова под кафель. Пускалась только сделать и сдать гидроизоляцию. Так же туалет с душевой. Станочек, на котором будем пилить плитку. Здесь еще надо будет полотенце в сушитель повесить. Тут выведена вентиляция. Комната. Все осталось наклеить самое главное. Так, делаем гидроизоляцию пола. Угры проходим лентой и кисточкой мажем. На высоту 15-20 мм. Вместе с лентой. Все делаем на два раза. Здесь тоже будет гидроизоляция сделана. И вода, если какая-то где-то прогрет что-то, она уйдет сюда в канализацию. Высота поднятия гидроизоляции полуграмм 15-20 см. А в таких вот местах, где идет слив какой-то там или ванна, там на высоту 160 см. Гидроизоляция гипердесмо. На лесной поляне можно только ее, а также к науку церезит. Клеим кафель под гребенку. Клеим кафель. Клеим кафель. Клеим кафель. Клеим кафель. Клеим кафель. Сделано к концу рабочего дня. Ну вот ванная комната почти готова. Здесь маленькая не хватило кафеля. Пришлось дозаказывать. Вот здесь будет ванна стоять. То есть за ней сейчас плитку не клеим. Поставим ванну. И плитка еще будет вот здесь вот. То есть обшивать ванну саму. С той стороны решили из-за этого не клеить. Вот тут чуть-чуть. Двери. Ну вот здесь стык как раз совпал. Не без всяких подрезов. Здесь под полотенчик выходы. Здесь под стиральную машинку. Так. Ну и здесь еще надо будет подождать. Потом также подрезать под 45 углы. Вот здесь вот. И здесь. Так. Начинаем клеить кафель в туалете. То есть тут даже не туалет, а душевая. Здесь вот будет душевая кабина. Здесь будет еще поддон под душевую кабину. Чтобы был слив. Так как если так поставить поддон без заливки вот здесь вот. То просто слива не будет. Она будет ниже. Так. Вот здесь будет тюльпан. И плитку начинаем выкрадывать вот отсюда. То есть рисунок. Вот он. То есть получается плитка пойдет сюда и в эту сторону. То есть вот мы начали. Она пошла. Вот резика. И все. И подрез уходит сюда. Так. Здесь. Теперь сделали короб. Обклеили. Он на цельную плитку как раз выходит. И все. И вот следующая плитка по высоте пошла вот. Выше. Ну как раз цельная идет. Здесь будет люк-невидимка. То есть он открывается. Пошла цельная плитка. Две сверху. И все. Здесь будет две. Так. Тут будет две. Ну с чем-то плитки тут как-то придется вырез какой-то делать. Что тут не получается цельные три плитки. А здесь будет ровно две плитки. Они будут открываться, выезжать. Так. Здесь дверь. Дверь. Также вот плитка пошла отсюда. Дверь. И пошла туда. Главное чтобы она совпала. Когда она вот здесь вот пойдет. И вот сюда вот. Чтобы получилась цельная плитка. Не так что тут какой-нибудь шов потом придется делать. Наклеиваем кафель на люк-невидимку. Кафель лучше смешать с ротгипсом чуть-чуть. Тогда он быстрее схватится. И тогда можно ну не ждать там сутки или ночь. Ну и теперь прошло где-то минут двадцать. Все он уже схватился. И сейчас так потихоньку открываем. Чтобы кафель не отронить. Пока он еще не совсем высох. Ну вот все. Лук открывается вместе с клеем. Ну с кафелем. Все потом дальше. Здесь также плитка наклеивается. Ну а здесь уже придется чуть-чуть подпиливать. Подрезать кафель. Потому что здесь как бы не сошлось. Тут-то цельная получилась плитка. То есть вот одна. Вторая. И вот две плитки на лючке. И здесь цельные две. Ну а здесь уже как-то придется подпиливать. Итак, начинаем делать натяжные потолки. Сделана окантовка. По периметру. И вставлены подсветильники точечные. На потолке везде шумоизоляция. Все. После того как будет постелен ламинат. Будем натягивать потолки. Сразу прибиты по стене для плинтусов крепления. То есть плинтус у нас деревянный. Вот такой вот. То есть он вставляется вот сюда вот. Ну это после обоев. Так как работаю один. Сейчас покажу как это делается в одного. То есть там в длину комнаты пять. Там шесть метров можно убрать. Вверху в одного. Прикладываем максимально близко друг к другу. На всю паушку вставляем. И начинаем с угла. Придерживаем. И маленько вниз наклоняем. Чтобы замок чуть-чуть защелкивался. Дальше. 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 Вот и все. В принципе. Здесь не нужно никаких молотков, топоров и так далее. Если что-то неправильно идет. Значит делаете какой-то скос. Значит что-то делаете неправильно. Все. Потом укладываем дальше. 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 Дверь устанавливали. Сантехнику. Подключение. Все делали сантехники. Электрику. Разводил электрик. кроме подключения розеток и так далее комната квартира сделана за 5 месяцев по-моему еще раз сказал так были также сделаны шумоизоляция потолка сверху натянут ну везде практически натянут натяжной потолок откосы делал сам также из гипсокартона по полу в комнатах ламинат на кухне в коридоре кафель не хватило единственного зала обоя недельки через две подвезут доклеим и и Субтитры подогнал «Симон» 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 Еще одна детская комната. Здесь был шкаф, где также закрывается мост. Еще лампочки дополнительные вкрутить и оборвать. Переезжаем в другую квартиру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова